мы приветствуем наших телезрителей постоянные программы мы вам покажем и сегодня мы в гостях в городе мирном находимся в гостях у одного из самых известных художников дизайнеров модель дизайнера модельера льва колесова здравствуйте добрый день добрый я знаю что к вам многие модницы города мирного приходят для того чтобы изготовить какую-то эксклюзивную эксклюзивный наряд какой-то может быть декор вот скажите пожалуйста вот если коротко да какие тренды нас ждут в 2024 году 2024 год это у нас год дракона то есть все мерцающее металлизированное год зеленого дракона то есть оттенки зеленого и вот институт всемирный институт цвета понтон то есть определил что 2024 год то есть оттенок этого года персиковый то есть все оттенки персикового то есть оранжевого коричневого все это сейчас в тренде ну и всегда классика то есть черно-белый вариант всегда как бы вне трендов вне моды вне решения института да но если цвет такой говорите главное красной линии проходит именно персиковый цвет погоды можно сказать что это у нас ориентир идет на нежность на нежность на мечтательность наивность доброе начало светлое соответственно можно предположить что девушкам предпочтительнее но хотелось бы чтобы девушки больше наверное были в нарядах без брюк юбки платья ну я вообще вот мое мнение что женщина всегда она остается женщиной кем бы она не работала до брюках джинсах это удобно это то есть и оптимально но все-таки вот выход какие-то события там семейные общественные я всегда за то чтобы женщина все-таки олицетворяла вот именно женское начало и нежность то есть платье платье в пол это всегда это чувственно смотрится это всегда загадка и нежно ваше мнение особенно важно потому что вы не только мужчина но вы дизайнер классный да что мы будем сегодня с вами готовить что мы будем наш женственный образ дополнять вот чем каким изделия ну если учесть что мы живем сейчас в век технологий у всех у каждого есть телефон да мы или сделаем сегодня изготовим маленькую сумочку для телефона ой как мило я выбрал я предпочитаю монохром в одежде да но но черный цвет он всегда актуален он ну если учесть что телефон мы всегда берем с собой то есть да на любой наряд всегда с телефоном и поэтому чехол будет черным в черном цвете чтобы подошло к универсально да и подойдет наверное наверное к верхней одежде легкой одежде да независимо от времени года что вот вас какой-то прибор такой интересный что потребуется нам для изготовления сумочки это вот хлопковая джинсовая ткань она достаточно плотная и форму хорошо держит я предусмотрительно подготовил то есть мы с ткани уже определились то есть на пяльцах собственно и вот на из изнаночной стороны с обратной стороны я уже посадил клеевую ткань именно для вышивания у меня есть чудо машинка вышивальная сама автоматически то есть вдевает нитку с программным обеспечением то есть при желании можно самому разработать там любое изображение не обязательно там узор там буквы то есть любое изображение можно даже свой портрет вот там сенсорный экран даже сенсорный экран супер машина мы вдеваем лев но прежде чем мы начнем вышивать я вас хочу спросить да все таки у нас передача для тех якутянок вообще для наших зрительниц которые может быть не имеют в наличии дома такой вот прекрасный аппарат да чем можно вышивать и чем можно заменить сразу ну я вообще по жизни всегда про занимаюсь сохранением и пропагандой якутского орнамента якутского орнамента якутской якутского творчества и вот ну вообще всего что касается орнаментального искусства именно якутского поэтому у меня уже есть разработанные якутские орнаменты и якутский орнамент можно вышить то есть в домашних условиях там там вечером допустим перед телевизором сидя можно нитками мулины там вышить можно бисером вышить там камнями там различными то есть всеми теми декоративными элементами элементами можно то есть на то есть себе в угоду то есть и в удовольствие можно то есть не обязательно иметь то есть шевальную машинку но такие машинки бывают и то есть промышленные такие бытовые то есть маленького размера маленького формата то есть с ограниченным набором программ но то есть любой любое изображение может вышить то есть я услышала что во первых у нас если нет машинки мы вышиваем вручную да благо что мы привучены в этом в этом плане а что касается нашей сумочки она будет у нас национальном стиле в национальном стиле с узора и губки узора ой как здорово давайте приступать чем-то помочь нет не мешайте этим уме и поможете так закрепляем фиксируем это вот карета где крепится наша пяльца до который будет собственно вот здесь вот моторчик и двигается так мы выбираем то есть вот у нас орнамент загружаем а что обозначает этот это зверообразный орнамент то есть олицетворение древа жизни то есть это три единства древо которое соединяет средний мир там верхний и нижний мир да есть несколько вариантов то есть несколько есть несколько вариантов изображение лиры вы имеете изображение лиры и варианты вот именно в значении кто-то утверждает что это вот древо жизни кто-то утверждает что это вот силуэт по форме напоминает корову то есть рога то есть да и вообще этот орнамент символ благополучия и вот вензели то есть эти ветки да это вот символ олицетворяет духовный рост поэтому орнамент благословения орнамент у нас уже установлен это значит ваш авторский орнамент которую вы лично сами я сам разрабатывал то есть и здесь есть функции можно орнамент растянуть там живет там ввысь а вот такие орнаменты но вы создали разработали все хорошо вы его где-то утверждаете какой-то комиссия есть нет я все орнаменты беру то есть на основе исследований и работ нашего известного то есть мастера художника мандарус он выпустил несколько то есть книг да ну и этим вопросом то есть знаками значениями орнаментами рунами занимаются то есть ну ученые и то есть все вся их работа то есть где я нахожу какие-то публикации на эту тему я глубоко собственно погружаюсь потому что знак это же и прежде всего информация да то есть информация именно о владельце то есть если орнамент украшает да то есть какой-то предмет гардероба поэтому тут я считаю надо под подходить со всей серьезностью и знанием то есть согласно потому что многие говорят о том что нужно нести ответственность при использовании орнамента потому что каждый орнамент несет свой какой-то сакральный прям до солдат то есть монитор он полностью сенсорный да нужно даже вот вот так вот двигается да так ну и собственно все закрываем закрываем опускаем лапку так нитка у нас сидим и разговариваем машинка автоматически всего сама сделает поэтому а сколько времени нужно чтобы вот на сумочку расшить узор ну зави это зависит от структуры ткани во первых основной ткани да потом от состава ниток то есть зависит ну и от площади то есть от размеров и от объема самого орнамента серая нитка у нас уже серая нитка до закончила свои фрагменты и мы сейчас заправляем золотой это золото цирку первом утра вы там удачи нитку ну и по времени она сейчас будет сшить еще вышивать где-то минут 10 где-то так так по форме уже елочку напоминает лев а как можно и нужно подбирать сочетание цветов вот сейчас у нас сначала была серебристая теперь у нас перламутровый каким образом он должен складываться в голове оттенки вообще есть конечно в и в живописи и в акварели да есть определенные правила когда вот градация цветов там оттенка все это выстраивается но лично я это делаю так по наитью вот что понравилось то то и собственно собираю но в данном случае наши нитки именно соединяет то есть они разного цвета но соединяет вот мерцание то есть люрекса то есть это как был на одной плоскости то есть сумочка у нас такая будет с сияющим ярким ярким рисунком и волшебная да на самом деле ну вот машинка наша закончила свою работу орнамент уже вышит сейчас мы снимаем пяльцы и я на камеру покажу вот что получилось рисунок действительно это нитками мулине то есть это металлизированные то есть перламутров вот смотрится и по зимнему по весеннему волшебно смотрится на самом деле волшебная вот надеюсь камера передает вот эту красоту и сияние очень аккуратно наше изделие мы извлекаем до пяльца уже нам не нужны пяльца нам уже не нужны спасибо за работу так и вот у нас получилось вот такой вот вышитое полотно этот вот стабилизатор это вот специально для вышивальных машинка это клевая ткань потом все это вот легко можно удалить вот таким вот образом это несколько неожиданно так вот собственно основа то есть сейчас мы вырежем основу для нашей сумочки она будет выглядеть а как часто такие сумочки ну вообще вам допустим заказывают нет заказов не поступает может быть потому что я не анонсирую никому еще не успел рассказать что у меня там появилось оборудование но я провожу регулярно мастер-классы по изготовлению вот такого изготовления маленьких сумочек это вот сумочка хаппар это вот традиционный якутской предмет гардероба для мелочи для опять же вот для телефонов для кошелька поэтому вот девушки и женщины они приходят и по вечерам то есть я набираю группу группа большие насколько вас требовали нет группу максимум 8 только 8 человек потому что большему количеству я то есть но есть риск что не смогу уделить достаточное внимание каждому но я думаю что такая сумочка она пригодится представительницы женского пола прекрасного независимо от социального статуса и даже возраста да то есть можно и в 30 из 50 70 детям можно потому что ну дети есть дети они часто теряют да но вообще девочки кстати у мне кажется взрослые не придают такого значения а вот девочки вот 56 в садовского возраста мне кажется они очень сильно любят сумочки да они ценят вообще ценят окружение да и они очень внимательно то есть они отличают то есть красоту прекрасно вот мои дочери всегда вот показывают когда мы там садике вечером идем там ой звездочка какая красивая ой береза какая красивая то есть они радуются каждая мелочь до красный да и особенно вот вышли какие-то сумочки элементы все это красиво это прекрасно смотрится и они то есть удовольствием используют по назначению вы сказали что у вас дочери а сколько у вас у меня четверо детей сын единственный младший ему девять месяцев старшей дочери 12 в 11 лет средней дочери 9 лет и младшей дочери три года для девочек вы уже своих приготовили такие сумочки конечно разного цвета или одинаково стиль до у меня до того как у меня появилась эта машинка чудо-машинка я им шил вышитые там зала ткань парчевая ткань там золотистая сумочка под новый год под их наряд я шил потом я им шил ну в общем различного оттенка там в общем не только сумочка но и на пару с этой сумочкой там заколочка там что то что-то из аксессуаров в общем внимание профессиональное перепадает а вашими девочкам и сладким так собственно мы раскроили вот форму нашу сверху мы то есть все это у нас уйдет на обработку на припуски и вот пока боковые шивы мы сейчас прошиваем с изнанки лев вообще можете как-то вы охарактеризовать моду в мирном она вообще есть или ее она не так развита как часто вот выходят девушки нарядными в свет или какие-то мероприятия может быть у вас модные проходят ну у нас мирный город небольшой нет особо таких событий да где можно собственно выгулить эти наряды но с развитием вот социальных сетей и конечно мода сейчас она повсеместно то есть все мы прекрасно наблюдаем то есть за какими-то событиями которые происходят в мире да показы моды недели моды да и конечно каждый хочет быть и в тренде каждый хочет быть уникальным и как раз сейчас вот последние пару лет мода она развивается повсеместно и она приходит моментально если допустим лет десять назад после там недели моды да допустим в нью-йорке в милане в магазинах то есть именно эту одежду если эта одежда приходила к нам там через год или два даже то сейчас она мода то есть приходит моментально потому что опять же вот все следят и с развитием масс-маркета опять же вот интернет-магазинов да это вот особенно после пандемии то есть мир вот как мне кажется в сфере области в сфере моды он делится на до и после то есть до пандемийная до пандемии период и после пандемии то есть интернет-магазины почта то есть доставки они работают хорошо поэтому неважно где ты живешь либо ты живешь там в столице или там маленьком промышленном городке то есть тут тут так боковые швы мы обрабатываем быстренько зигзагом но ткань у нас не сыпется ткани сыпется поэтому нам немножко попроще да да немножко попроще и сверху прокладываем еще один шов таким вот образом у нас такой вот мешочек но ткань у нас плотная поэтому где-то сантиметров 10 до 12 заправляем вовнутрь да и прошиваем сейчас еще раз да прошло и прокладываем шов то есть это на любой бытовой машинке это можно то есть за один вечер можно тебе приготовить сумочку да но формате нашей передачи хронометраж который где-то чуть больше 20 минут добавим это к этому ваш профессионализм конечно все быстрее получается но если новичок наверное часа за два вполне себе может сотворить подобные тронежи ну если предпочтение там ручного труда то есть вышить нитками то есть вручную да это конечно больше времени конечно потребуется потребуется но зато свое сделано своими руками для себя или чтобы порадовать там своих близких почему бы и нет кстати я думаю такую сумочку можно подарить в подарок близко подруге или сестренки можно с поводом без повода и там семейные события дни рождения там какие-то годовщина почему бы и нет порадовать своих близких отличный вариант так вот шов сверху закрепили а ремешок сверху закрепили качестве ремешка ну бы сюда подойдет уже любая лента здесь это трикотажная трикотажный шнур давайте покажем на камеру а трикотажный шнур он продается нет это вот сшитый а это вы приготовились трикотажной ткани уже заранее вот сколько вырезается полоска пришивается то есть на ширину лапки 7 миллиметров а потом выворачивается и то есть надо про утюжить поняла а за примерно сколько сантиметров а тут не важно это либо 70 сантиметров метр потому что эту сумочку можно же и так и через плечо и через плечо можно то есть вот таким вот образом просто вот держать красиво мы можем тоже вот сейчас быстренько сделать за одну минуту время пошло вот это вперед-назад вперед-назад и закрепляем убираем лишние нитки все наша сумочка готова наша волшебная сумочка сюда можно положить сразу проверим вот вот таким вот образом красота конечно нет предела совершенству можно украшать то есть бахрому там из бисера металлические кисточки наверное можно будет поверх узора что-то да конечно можно посадить то есть приклеить на быструю руку там термостразы можно бисер пришить можно якутские элементы то есть добавить чтобы усилить якутский стиль и собственно вот сюда вот либо на плечо либо вот так вот прелесть вот наше изделие готово спасибо большое лев за интересный рассказ за подробную инструкцию я уверена что непременно кто-то из наших телезрительниц приготовит себе вот такое чудесное изделие в канун весенних праздников и